Друзья, всем привет! С вами Антон Воронков и на канале Майя Джитируй. Сегодня поговорим с вами об очень важной теме про псевдо-японские масла. Как понять, что масло, которое вы покупаете, которое вам самое главное продают продавцы, сделано именно в Японии. Почему это важно? Сейчас на рынке, особенно в восточной части нашей страны, появилось очень много псевдо-японских брендов, которые к Японии не имеют никакого абсолютно отношения, но продаются продавцами как японские. В Японии делают образцово-показательные масла. Все масла, которые сделаны в Японии, они все качественные. Ни разу не встречал я масла, которая сделана в Японии и которая была бы некачественной. Там есть некоторые моменты с переупаковочками масел, но это прям исключение из правил, эти бренды все давно уже тоже знают. Как правило, все масла в Японии, которые сделаны, 99% они сделаны по стандартам, у них очень хороший контроль качества, они делают продукцию из базовых масел собственных винков. У них винки, собственно, есть. Это Эдемитсу, это Энеос, это Космо, те компании, которые занимаются сами добычей или добычей нефт, транспортировкой, переработкой и производством огромного количества нефтепродуктов. У них также есть огромное количество блендеров, блендеры очень неплохие, делают опять же из базовых масел свои, как правило, в 99%. Это и Чугая, и Саламикас Эйкоги и так далее. Многие блендеры хорошие там есть, которые делают для всех известных мировых супер-мейджеров, там Мобил, Кастрол и так далее, производят для рынка японских. Также базовые масла они используют Эксамобил, например, там завод, который бывший эксамобиловский, использует базовые масла Эксамобил, для производства Toyota, к примеру, я уже об этом рассказывал и так далее. Присадки тоже японцы используют все от четверки, от большой, это соответственно Лобризол, Эфтонаронайт и Инфиньо. Использовать китайские присадки они не будут никогда, думаю, что это маловероятно совсем, может быть там полимеры только единственное. А вот, что касается брендов японских, очень много. Брендов японских колоссальное количество, и мы знаем из них, наверное, только одну, может быть, десятую часть какую-то, потому что многие бренды локальные, какие-то определенные цели используются. Вот мы сегодня говорили с вами про картендер, про масло, которое используется конкретно для обслуживания там на гирийских центрах, который занимается продажей боу автомобилей, и его нет в интернете, потому что ну там зачем оно продавать в интернете, когда они используют для своих нужд, к примеру. В Автобаксе тоже, в Автобаксе продаются масла, в Японии есть еще четыре основные там сетевых магазина, это Автобакс, Yellow Hat, Garage и Jameson Cut, которые продают масла, как бы так вот, мейнстрим, как говорится, то есть там, Mobile, Shell, Castrol, SuperMedia и свои какие-то бренды. Автобаксе есть там, свои бренды есть, Автобакс, Coop, еще там, не помню, третий бренд есть. В общем, они не продают масла своих прямых конкурентов, к примеру, например, Verity масла, которой мы занимаемся, да, но в Японии в Автобаксе не продаваться никогда не будет, потому что это, ну, не их тема совсем, да, Verity продается только через аукционный, как правило, там, да, и в магазинах локальных, недалеко от фабрик. Вот, это нормальное влияние абсолютно, потому что в Японии в автомобильных магазинах, больших сетевых, продаются только бренды, которые связаны больше с тюнингом, которые делают, например, там, тюнинг типа Gezu Racing, типа, к примеру, не знаю, там, что еще можно, какие бренды с Zero SP, там, HKS, там, Acosta, там, и так далее. То есть те бренды, которые делают какой-то тюнинг. Эта тема именно конкретно этого, этих магазинов, потому что в этих магазинах эти масла, например, с Zero SP, там, или с HKS, они стоят, как на выставке, их никто не покупает, на самом деле, потому что дорогие, дорогие очень, но они стоят для того, чтобы быть представленными, чтобы люди приходили и смотрели на них, как вот, как на выставку, там, красивые баночки, там, все, они в пыли стоят, там, все, капец, мы когда были в Японии, сами, смотрел эта банка какого-то там, уже, ну, то есть ей уже года четыре, она стоит в магазине, четыре года банка, никто не покупает ее, потому что, нафиг, она нужна, дорогая. Вот, то есть табакс, тема такая, не все, что продается в Японии, продается в табаксах и, в принципе, в магазинах, и это тоже нормальное явление, абсолютно, вот, некоторые продукты делаются, которые в России все знают прекрасно, они делаются в Японии, но в Японии не продается под этим брендом, например, и Демитсу, да, в Японии производится, она делается в Японии, Zero Speed, ой, Zero, господи, Zepro делается в Японии, но она там не продается, потому что делается для внешних рынков, в Японии продается бренд Apollo Station, вот этот красный, который делается именно для станций, для АЗС японских, который сейчас называется Apollo Station, раньше-то были Демитсу и Shell. В Японии у меня есть много друзей, которые занимаются в этой сфере бизнесе, в этом работают, они работают в торговых домах, которые занимаются экспортом в Россию, в том числе, и так далее, вот, и они русскоязычные, они бывшие россияне сами, наши с вами друзья, бывшие соотечественники. Короче, смотрите, в итоге, как проверить, что масло сделано в Японии? Сделать это элементарно в описании к этому видео, в самой верхней его части, просто перематывайте вниз со смартфона там или с компьютера, и там будут три ссылки на три площадки, которыми я в основном пользуюсь сам. Это Rakuten, это Kakaku, так называют сайт, смешно, как бы, ну, вот такое название, и Yahoo GP. Ими пользуюсь я чаще всего, на самом деле, площадок Японии, которые продают масла, очень много. Ну, вот, это основные, которыми я лично пользуюсь, мне ими удобнее пользовался. Раньше пользовался еще BestJapan, это российская площадка, bestjapan.ru, но сейчас я пользуюсь ей меньше, потому что, ну, в силу определенных причин, они сейчас там меньше представлены товаров там, вот. Проверить элементарно, что любой товар продается Японии, для этого достаточно зайти на площадки на эти и вести, в названии, название бренда этого, и желательно какую-нибудь там вязкость, например, там не просто Moly Green, к примеру, да, там, Moly Green 5W-30, к примеру, да, или Takumi, там, 0W-20, потому что иначе у вас выглядит всякая билиберда, вот. И вы поймете, что в Японии продается реально из того, что вам предлагают. У нас в России на востоке масса, масса брендов, которые выдают себя за японские. Это Малайзия, Сингапур, Корея, Вьетнам. По качеству они хуже, чем японские. Могут многие со мной там сказать мне, что типа, ну, нормально же масла качественные, как бы, но это не японские масла, они могут быть и качественными. В принципе, в Сингапуре, в Малайзии, во Вьетнаме делают масла нормальные абсолютно, просто, они не японские. Вот. И вас обманывают, продавая вам продукт, который к Японии никакого отношения не имеет, зачастую паразитируя на названиях, причем так в наглую паразитируя на названиях разных сетевых магазинов больших и так далее. И они никакого отношения к Японии не имеют вообще. От слова вообще и продают вам просто товар, который вы можете купить в другом бренде, похожем из этой страны, который будет стоить гораздо дешевле, но вам продают его как японский, с японским качеством. Обычно на банках пишут, там, Japan Quality, там, Japan Best, что-нибудь такое, там, это вот обман покупателя. Я уже не говорю про российские бренды, которые продаются в России, делаются в России и продаются как японские. Но эта тема уже давно всеми обусолена, все уже прекрасно знают, хотя на самом деле много людей, которые только купили автомобили, которые вообще в этом не разбираются и как чистую монету воспринимают то, что в магазине предлагают русский бренд с японским названием, они берут его как японский. Многие люди, вот не поверите мне, огромное количество людей, которые думают, что бренды, которые сделаны в России с японским названием, они японские. И такое часто встречается. И про корейские бренды тоже самое есть, все прекрасно знают, да, там, про бренды, про эти. Я постоянно про них рассказываю. Вот, поэтому японские бренды, они всегда отличались своим стабильным качеством. У них очень хороший и правильный подход к контролю производства. Контроль на всех этапах производства безукоризненный, то есть везде проверяется все абсолютно. Если масло сделано реально в Японии, на японском заводе любом, пускай это будут у мастодонта и Демитуса, там, Инеос или Космо, или это пускай будет даже небольшие блендеры, это все будет стабильного классного качества всегда. И я потом убедился за последние годы неоднократно. Вот, все эти бредни людей про Эл Саки, то, что слабенькие они. Такой бред силы кобылы, что у меня даже уши там заворачиваются, когда я слышу такие вещи, потому что японцы делают на тех же самых пакетах, что делают европейцы. Ну, за редким исключением, там, за некоторые вещи, действительно, европейцы делают, там, для специальных ДВС, которые в Японии, как правило, сейчас не используют при производстве автомобиля, но это редкость. Вот, основная масса людей, которые ездят на атмосферниках, обычных атмосферниках, да, бензиновых или даже дизелях, пускай даже с саженфильтом и так далее, японцы для них делают все абсолютно. Редкое, редчайшее исключение, это супер какие-то современные навороченные движки, которые там используют технологии европейские, но это прям вообще редко. Поэтому в Японии все масла абсолютно сделаны тех же самых пакетных присадок, это Infinil, Labrizol, Efton, Aronite и теми же самыми базовыми маслами по качеству, что сделано и в Европе, это все бредятина про слабенькие японские масла, это все распространяется специально европейскими производителями, европейскими представителями брендов, которые продают европейские бренды в России и так далее. В основной массе это вообще не так. Да, есть в Америке, есть в Европе масла специальные, которые сделаны специально для специальных двигателей, но массового покупателя это вообще никак не касается. Основная масса, масел, которые произведены в Европе, в Японии и в США, они одинаковы по качеству абсолютно, одинакового уровня, поэтому это бреднее все. А вот, что касается LSAC, все на LSAC опять присели, что LSAC это слабые масла, нет конечно, то есть LSAC это просто в Японии это свой стандарт, который применяется для внутреннего рынка, им проще по ним ориентироваться, чем по ASSE и по IPI. Вот, просто в этом причина вся основная. Итак, что-то я заговорился про это уже, давайте мы с вами посмотрим, реально я покажу вам сайты, которые, которым нужно проверять, и мы с вами посмотрим физически, как это должно выглядеть. Давайте я с вами вместе открою сайты, например, открываем сайт Rokuten. У меня Моллигрин уже открыт, здесь вы видите сами, да, что Моллигрин там встречается. Давайте ведем Verity, наш бренд, которым мы с вами занимаемся, Verity 5.30. Verity 5.30. Двадцатки есть, четырёшки есть, Verity 5.30 и так далее. Ну, можно на Verity вести там, не знаю, DL1, к примеру, попробовать. Что-то такое для сажевого фильтров, чтобы было понятно тоже. Для сажевого. Здесь, ну, на Rokuten нет конкретно, неважно. Давайте Verity ведем попробуем 4T. 4T Verity вылазит тут куча продуктов. Они, кстати, очень известны тем, что в Японии продают много очень продуктов для 4T. Это прям, ну, один из самых таких популярных продуктов в Японии по 4T. Вот. Давайте перейдем, например, к бренду Castle, нашему бренду тоже. Castle 5.30. Это, напомню, сайт Rokuten. Ссылки все будут в описании к этому видео. Я оставлю, чтобы было удобно. Castle вылезли. Ну, тут продукты вылезли Castle, Toyota, потому что это одно и то же. И я об этом говорил сто раз. И вот эти все клабы и так далее, которые тупейшие свои гипотезы продвигают о том, что это не одно и то же. Это одно и то же, конечно, абсолютно. Делается на том-то же заводе. И те же самые абсолютно применяются технологии присадки пакета, потому что одно масло для конвейера используется, а второе для автомаркета. И все, разница только в этом. Вот. Здесь Castle много всего представлено. Ну, там, давайте, давайте какое-нибудь масло, то есть явно японское, какой-нибудь Takumi. Takumi, к примеру, да? Takumi у нас вылезло и так далее. Если мы введем, например, Castrol, мы увидим Castrol японский, который сделан именно в Японии. И там такие банки определенного дизайна, они у нас есть. Мы их тоже продаем. Вот так вот выглядят японские банки настоящие, Castrol. Вот. Ну, и так далее. То есть, если введете сюда бренд любой, который вам нужно проверить, который у вас вызывает подозрения, вы, соответственно, его здесь не обнаружите в любом случае. А есть еще у нас, например, давайте, Какако. Название такое смешное, но тем не менее. Давайте введем здесь Verity 5w30. Тоже вылазит Verity 5w30 в поиске. Все нормально, видите? Давайте Verity 4t, например, введем, к примеру. Тоже вылазит Verity 4t. Много вариантов. Давайте введем здесь. Какое еще масло тут есть у нас из японских. Давайте Castle тоже подойдем. Castle DL1, к примеру, тут сразу вылазит. В поиске кто-то уже искал его. А вот Castle DL1 такая маленькая. Фотографию сейчас увеличим. В общем, Castle DL1 тоже есть. Ну, например, Castle DL530, к примеру, для чистота эксперимента. 5w30. Давайте 0w20, чтобы было понятно. Видите, Castle DL1 сегодня вылазит Toyota в основной мессе. Если введем Castle 5w30, вылезет у нас и Castle, и Toyota 5w30. Вот видите, вылазит у нас и Castle банки. И тут еще вылазит параллельно, и Toyota банки вылезут наверняка. Toyota полезла. Так, Yahoo переходим. Yahoo это самый распространенный вариант. Тоже тут, например, вводим Castle, к примеру. Тоже видим Castle. Огромное количество продается. Здесь Toyota. Ну, давайте просто для чистота эксперимента ведем Toyota. У нас вылезет, видите, опять же Castle. Двелка там и так далее. Toyota внесет. Toyota, Toyota. Вот, если мы ведем здесь, к примеру, то же самое Verity. То есть здесь почему-то вылезет где-то 5w30 на Yahoo. Ну-ка, давайте попробуем вот так вот. Вылезет 5w30, так вот. Нету, давайте проверить 4w30 введем. 4w30 нашлось сразу. Ну-ка, просто вылезет, а тут вылезет еще 5w40. Вот вижу, скутер тоже 4w30 улазит. Давайте Verity oil просто введем. В Verity oil сразу у нас открылись тут. Много разных вариаций. Ну, короче говоря, в разных сайтах по-разному вылезет. Ну-ка, давайте здесь просто чисто эксперимента ведем там Takumi. 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 5w30. Takumi. 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 тоже, она открыта только для Японии, для Японии, для страны для некоторых. На Минакару зайти можно, для этого надо пройти очень большие танцы с бубнами, не просто обход там, нужно еще и правильные страны там и так далее. Короче, ну тяжело туда зайти, но можно. Вот я захожу периодически смотрю, читаю, Минакар это наверное самый исчерпывающий ресурс, на котором есть все абсолютно, то есть там японцы рядовые, обычно японцы обсуждают все продукты, которые покупают. Это то же самое, что у нас там, какой-нибудь там Элклап, например, скажем, или в Европе там Моторток, к примеру, такие же сайты. Некоторые бренды, которые можете проверить, которые реальные японские у вас, на этих сайтах не отобразятся. К примеру, давайте разберем по факту, почему так происходит. Это, к примеру, Автобакс. Автобакс продается в Автобаксе. Вот он продается в Автобаксе, потому что это бренд, собственно говоря, Автобакс, у них там больше 360 магазинов по Японии по всей, и этот бренд сделан именно для своих магазинов, чтобы продаваться у них как, ну, как вот в Ашане продается Ашан, вот Автобаксе, Автобаксе. Вот, поэтому на сайте, конечно, его нет у нас сторонних, потому что продается он только среди вот на этих площадках. Вот, или, к примеру, бренд, который мы рассматривали сегодня, мы с вами говорили про бренд Cartender. Cartender делается для определенных целей, то есть есть площадки, которые занимаются продажей БО автомобилей в Японии, для них делается там Cartender, к примеру, да, вот, делается для этих площадок. И поэтому он не продается на ресурсах и сторонних, потому что это не нужно, они делают его для определенных целей, для своих локальных площадок, для продаж внутри Японии. И найти это тоже несложно. Есть сайты, на которых есть там Cartender, полностью адреса, телефоны, видео, фото там есть, что они предлагают, что они предлагают, там масла у себя там для замены и так далее. То есть тоже несложно отыскать. Верите, почему Верите не продается в японских магазинах, я тоже уже, по-моему, это объяснял, ситуацию, почему не продается в Autobax, Yellow Hat, Abgarage или Jameson Car. Потому что Верите это бренд, который делается на Санакэсэйкоге, на заводе, как собственный бренд. Он делается для продажи, ну для того, чтобы, скажем так, развивать и поддерживать репутацию собственного завода. Продается через он, через интернет-площадки или продается в локальных магазинах, недалеко от заводов-производителей. У них два завода, мы про это поговорим позже тоже. Один Рокалтоки находится, второй Сидзоки, по-моему, если не ошибаюсь. Они делают там масла Верите, продают их через интернет, через сеть. Продают. И у них есть магазинчики небольшие, которые у них там закупают в локальных вариантах. Верите бренд, который делает в основном, еще раз напомню, либо спортивные масла, либо масла, которые сделаны для 4Т. Масла обычные для гражданских автомобилей, для ДВС, они делают гораздо меньше, и в Японии они гораздо меньше по ним представлены. Да. Тем не менее, они тоже делают их, и глупо предполагать, что качество, например, там спортивных масел Верите, которые, ну, всеми оценены японцами уже на Минокаре, это все есть везде. Или там четырехтактных масел, которые там треть по популярности, после Хонды и Юмахи. Все японцы уже знают глупо предполагать, что моторные масла они делать хуже будут. Наверняка они также относятся к моторным маслам по качеству производства. Вот. Но они встречаются в сетевых магазинах именно поэтому. Потому что там в сетевых магазинах продается все, что связано именно с тюнингом. То есть масла, которые занимаются брендами, вернее, которые по своим брендам выпускают масла, сделаны для тюнинга, там, для, ну, давайте, к примеру, просто чтобы не быть голосованными, HKS, там, ZRSP, Wacos и так далее. То есть газорейсинг. Все масла, которые сделаны для тюнинга. Но газорейсинг, наверное, пример не очень хороший, потому что все-таки это байотовские продукты газорейсинга. Они делают его для развития новых своих моделей, типа там 86-ой GT или там супра новые, которые, они под них специально сделают такие вот такие масла специальные выпускают там. У нас они, кстати, есть. У нас есть масла для газорейсинг 0w30 в наличии. Двадцатки есть, четырёшки есть, литрушки есть. Даже есть ещё, давайте покажу вам, чтобы было понятно, что за масло. Так вот, масло выглядит таким вот образом. Это ZRSP. О, ZRSP, господи, это газорейсинг, который делается подразделение спортивного Toyota. Вот. Так вот, эти масла продаются в Autobax, Yellow Hat, Abgarage, Jameson Car, как в музее. Японцы сами туда ходят, в эти вот магазины, да, в сетевые большие, эти масла не покупают. Там могут стоять там годами. Я масло вот видел сам лично, не помню, это был Yellow Hat или Autobax, не помню. Масло стояло, ему было семь лет. То есть на полке стоит масло, оно в пыли уже конкретно. Японцы там все там вытирают тряпками. Стоит в пыли, прям тут реально, там слой пыли. Семь лет масло, представляете, оно стоит там на полке. Это, по-моему, было, если не ошибаюсь, какой-то вот как раз типа Zero SP, по-моему, да, какой-то. Либо, может быть, Вакос какой-то стоял, такой древний, вот, который нафиг никому не нужен. Они ходят туда, японцы смотрят на них, как на выставку. Они стоят там очень дорого и выставляются специально для того, чтобы быть представленными, чтобы тюнинговая тема развивалась. Потому что японцы очень любят тюнинг, они любят все, что связано с тюнингом, масла в том числе. Но их не покупают рядовые японцы, потому что рядовые японцы ездят на обычных автомобилях. А эти масла стоят, как в музее, на выставке. К тому же там все полки в японских магазинах, они платные для того, чтобы зайти в японский магазин. Не как у нас там, на реализацию консигнации, там полку покупаешь, ставишь, что хочешь. Можешь годами ставить, там за полку платишь, там месяц, определенную сумму. В общем, тема такая. В общем, короче говоря, все масла, которые имеют отношение к японским корням, их легко очень выяснить, даже если они не представлены вот на этих трех площадках, которые я вам скинул сейчас в ссылке. Можно выяснить, почему и где и откуда корни растут. И опять же, те масла, которые сейчас активно в России, на востоке продаются, как и японские. Они вообще никакого отношения зачастую к Японии не имеют. И мне просто обидно то, что людям в уши, как это правильно выразиться, нельзя там такие слова говорить на канале. В общем, людей обманывают конкретно, не только по маслам, и по фильтрующим элементам, и по аккумуляторам, и чего только не продают, как японские. Хотя, на самом деле, к Японии вообще никакого отношения не имеют. Абсолютно. Вот, как-то так. В общем, три ссылки на три эти площадки я размещу в описании к этому видео. Можете сами почитать, посмотреть. Сделать это элементарно. Берете свой бренд, который вам предлагают, как японский, как японский, и пишете, вставляете его, ну там, не просто бренд, а какой-нибудь, например, вязкость, там, какой-то бренд, там, допустим, вязкость 5.30. И проверяете, есть ли он на этих площадках. Если его нет, то можете написать в комментарии к этому видео свое мнение по этому поводу. Вот, мы постараемся ответить на эти, как бы, ваши вопросы. Вот, в общем, на этом все. С вами Антон Воронков, вы на канале MyGD.RU. Подпишитесь, поставьте лайк, если вы не колокольчики. Всем пока.